А в Латвии минувшей ночью был побит национальный рекорд холода для 6 мая. Столбик термометра опустился до отметки в минус 4,8 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в далеком 65-м году. Огородники-любители подсчитывают потери, а профессионалы используют весь возможный арсенал средств, чтобы из-за заморозков не остаться без урожая. Валентина выезжает на огород каждый день в 5 утра. Ночевать здесь слишком холодно, но весь день пенсионерка ухаживает за своими грядками. Они дают запасы на зиму. А еще огород она считает секретом долголетия. Валентине скоро 89. В парнике замерзли все помидорчики, которые я вчера посадила. Когда сеешь, обязательно надеясь, что будет все хорошо. Что нам старухам надо копаться в земле. Несмотря на тяжелую травму, не может оставить свой сад и Анна. Ей тоже за 80. Я поломала позвоночник. Вот он, видите, как я перебинтованно хожу. Это я приехала, мне очень жалко, пионы сошли на нет. Два года не косила, два года ничего не сеяло. Хочу пиончики, может быть, вырастут и продам. В ассоциации садоводов говорят, заморозки могут повлиять на урожай. Но пока ценить их влияние трудно. Профессиональные садоводы делают все возможное, чтобы урожай сохранить. Лелварде – один из крупнейших хозяйств по выращиванию черники. Работники по ночам со специальными свечами обходят грядки. Свеча из растительного масла и парафина покрывает растение тонким маслянистым защитным слоем. Почки черники только начали наливаться. Если бы уже появились цветы, было бы еще хуже. Тогда и плюс 5 градусов опасно. Но мы все равно беспокоимся за урожай. Второй этап спасения ягод – сжигание влажных снопов сена. Их раскладывает по краям поля. Чем больше дыма, тем лучше. Но и это не все. Утром трактор орошает ягоды водой с глицерином.